всем привет друзья наконец-таки мы дождались десяточек с обновлением которое буквально вышло вчера 015 к нам наконец-то приехали десяточки ну и помимо десяток много всего интересного о чем я и расскажу а собственно как видите интерфейс нам приехал еще и новый симпатичный на мой взгляд интерфейс ну и то чего мы давно ждали наконец-таки самые главные десятки самые топовые танки это легкий танк pl01 просто космическая машина которую должны попробовать обязательно все продолжатели серии это challenger 2 тесс все также все та же машина в общем-то непробиваемая с кучей хпшки и наконец-таки конечно же это армата это главное чего мы ждали от этой игры ну и так далее нельзя забыть про то что появился у нас новый седьмой прем это израильская та самая меркава посмотрим что она если будет представлять но и естественно собственно как обычно далее у нас были продолжатели у нас самый главный продолжатель сфинкс продолжатель ббм ок это уже будет десятый уровень ббм ок интересная машина я ее пробовал на птс и но и как обычно продолжатели абрамса будет м1 а2 сеп 3 ну и собственно продолжатель ветки леопардов леопард 2 7 плюс собственно как и обычно и что самое интересное даже у тех кто еще не докачался до арматы армату дадут бесплатно так сказать покатать до 16-17 мая но только правда в режиме пве также в этом обновлении артиллерию и бот которая премиум на я была на третьем уровне теперь немного обнули и перевели уже на 4 теперь немного о более мелких обновлениях как обычно пройдемся по самому интересному на мой взгляд новые пве миссии каждое практически обновление добавляются новые пве миссии но и это было не исключение добавили две новые пве миссии прометей и полу распад коснулась очень большое изменение казов и птуров систем казов и птуров то есть у птуров теперь у некоторых на некоторых машинах перезарядку птуров сделали меньше а перезарядку самих казов увеличили с 25 секунд до 30 также уменьшили количество залпов с 4 до 3 и коэпы у которых было раньше бесконечное количество срабатываний теперь лимитируется не более шестью и также время перезарядки увеличилось 45 до 60 в очередной раз изменения коснулись и матчмейкера и на этот раз они решили на время отключить баланс по скилу и кого какой-то уже другой включить баланс какие-то другие поставить настройки которых пока не говорят но что из этого получится как обычно увидим в этом обновлении прошла переработка подвижности техники была снижена скорость поворота корпуса на месте для abb шик за некоторым исключением эти изменения были минимальны снижение штрафа к скорости поворота корпуса в движении для об и и т и увеличенная скорость поворота корпуса в движении для элтешек и ббм ок ну и кстати еще и к тому же снизить скорость поворота башни для аусты шик я так понимаю не всем каким-то у которых она была слишком быстрая вот далее изменение специальной возможности ЛТшек которая на Е срабатывала время восстановления форсажа теперь сократились с 60 до 45 секунд время действия самого форсажа теперь не 5 секунд а 8 секунд и собственно говоря добавили фишку этого форсажа что теперь при повороте во время действия форсажа скорость не будет теряться порадовали также высокоуровневые ББМ и им так прям неплохо добавили, решили добавить запас прочности причем у некоторых машин довольно неплохо подняли, то есть у того же Краба с 1500 до 1700 подняли, ну и самое наверное значимое поднятие прочности коснулось БМПТ терминатора, который на 8 уровне на 8 уровне у него было 1495, а теперь 1935 ну собственно говоря об этом давно говорили и терминатор давно этого уже ждал не заставили также долго ждать с исправлением некоторых косяков касающихся М1134 премиумная машина на 7 уровне который Страптур который он же Птура Страйкер прям по моим просьбам его апнули у него добавили бойкомплект с 30 ракет до 50 ракет и собственно исправили косяк который у него был когда в корму прицел включаешь раньше прицел не опускался до какого-то предела теперь все нормально я уже даже опробовал теперь все работает прицел опускается без проблем во всех наклонностях во всех вертикалях все хорошо тем кто ждал оптимизацию к сожалению придется подождать еще потому что насколько я знаю обещали оптимизацию в этом патче но к сожалению ну по крайней мере на мое ощущение да и некоторые подписчики уже тоже об этом писали такое ощущение что с оптимизацией оптимизацию не завезли а даже немного ее увезли ну и последнее о чем я хотел рассказать это касается карт практически на всех картах были исправлены различные косяки с освещением с определенными объектами то есть речь была о чем например объекты которые раньше простреливались и просвечивались насквозь хотя не должны были так делать теперь поисправляли позолотали я уже сам лично заметил несколько изменений на горящем песке тот самый песочный замок который должен вроде как не простреливаться но простреливался весь который находится на первой и второй линии также я заметил в некоторых местах на вечной мерзлоте тот самый отвратительный завод который я терпеть не могу стал немножко приятнее немножко лучше в некоторых местах я точно заметил что теперь не просвечиваются и не простреливаются некоторые строения будет интересно я думаю если вы уже заметили тоже какие-то такие изменения где залатали какие-то объекты Которые раньше простреливались Напишите в комментариях Я думаю это будет интересно не только мне Но и всем подписчикам Ну и как вы заметили у меня появилась новая заставка Как вам понравилось не понравилось Тоже напишите в комментариях На этом все Коротко о главных изменениях в патче 0.15 Рассказал Чавес Как обычно ставьте лайки Если видос вам понравился Подписывайтесь на канал Ну и до новых встреч всем пока